Все не означается рожство по календаре католицкой конфессии. Для верников это одно из самых головных святов, которые связаны с народжением Иисуса Христа. В Гомеле святошные службы традиционно проходят в римско-католицком проходе рожство Божьей Матери. Боя один и одразнение, от попередних годов меньшее количество верников, что связано с пандемией коронавируса. Разом с тем, это никаким чином не уплывая на тот факт, что для католиков рожство – головная религийная падея года. Дарыш и разом с ними, 25-го снежня, рожство означают протестанты, а так само православные у некоторых краинах. Сарод традиции этого дня за одним столом повинна знаходиться уся семья. Як и православные, на передании рожства католики означают сочельник. Непосредственно рожство начинает святковаться с удыходом первой вечерней зорки, якая объяснила всему свету обнароджении Сына Божьего. По календаре католицкой конфессии рожство означается 8 дней. С 25-го снежня до 1-го студеня. З нагоды уже надышавшей святого Божьего народжения хочу усих повиншаваць. Это чудовная свята, чудовная традиция. И, конечно, венчаванне укладаем всю нашу радость, всю тепленью, всю любовь, якую хочем делиться в этот день с близкими и не только с близкими, и с каждым, кого сустрахаем на своем шляху. Ситуация наша такая, что гэта Божьего народжения переживаем у складанных умовах, непростых. Але, калі паглядзім на то, як отбывалася Божьего народжения таты 2020 гадоў назад, то так само умовы были складаны, непростые, тяжкие, было шмат хваляванне, як гэта отбудзецца. И гэта дазваляе нам сёння спадзявацца на тое, што Бог спачувае нам, ян разумее нас, ян бачыць наши тяжкасті, наши проблемы, наши чаканники, маў своім сэрцы. И гэта надае асаблівы характер гэтым святам. Тому жадаю вам такой моцной надзеў ўпэўненасці ў тым, што Бог вас чуе, Бог ведае ўсе проблемы, Бог побач, Бог близка. І, калі, ёсць ў вас, маў, драгія, такая махчымасць даць ачуць, камусь цяэшчэ гэта, зрабіцца гэта, бо Бог можа праз вас так сама прынесті радасць таму, хто гэтая святы вельмі моцна патрабуе.